Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 8 января 2019 года и мы с Наташей решили прогуляться до моря. С утра была солнечная погода, а пока мы собирались, небо затянуло пеленой и сейчас вот так все серо, но все равно очень местами симпатично. Вот это перекресток улицы Тургенева и Черноморской и отель Алые Паруса очень красиво смотрится и вот это черная черный ствол мшистый такой ствол дерева тоже он мне кажется прекрасен ну мы с Наташей гуляем где-то конечно сейчас мы критическим взглядом смотрим на некоторые анапские вещи как допустим вот на этот дом обшитый сайдингом вот но многое конечно радует что Наташа ты сейчас здесь смотришь смотрю жду как чего ждут наши муниципальные служащие так и чего они ждут как видимо когда в следующий ураган вот этот вот ствол вот так вот упадет над дорогу еще и замкнет и провода она нависает вижу нависает огромная она набрякла все от воды она запросто может ты продолжаешь критиковать наши власти нет это не власти это просто надо постоянно смотреть а зимой очень хорошо видно летом за зеленью за листьями это все не видно а вот зимой видно очень хорошо вот это вот огромная ветка ведь машина прямо под веткой стоит она тоже может упасть потому что от нее еще вон сверху вот так вот однако большие предлагаю идти дальше пошли нет надо как-то может упасть может упасть а может упасть когда упадет будет хуже сейчас ее спилить вот этот ствол он он тень дает на дорогу просто он не дает тень на штуар можно спилить ну мы с наташей когда вот шли по улице тургенева вот нашего тургеневского квартала и где-то вот до улицы красноармейской и даже дальше просто были ужасные тротуары особенно вот этот старый асфальт он весь растрескался поднялся потому что рядом растут сосны там туи и конечно корни выдавливают этот асфальт вот конечно это не очень хорошо опять же представляем тех кто ходит пожилые люди же люди с колясками летом там очень много отдыхающих которые детей вот везут на прогулочных колясках в общем конечно это неправильно вот но вот здесь конечно тротуарчик хороший приятный и вообще эта часть которая ближе к морю а мы подходим постепенно к морю она более такая ухоженная вот вот домик старенький домик старенький это не работа хозяин этого дома вот даже он продается можете купить его тургенева 25 а здесь вот непонятно что а тут стройка и видимо они хотят слушай вот когда какие-то стройки сразу возникает такая такое подозрение что хотят кусочек газона тяпать сделать какую-нибудь парковку саш подвозили что-то до стройки но ты же видишь вон еще идет строительство вон паспорт строящегося да тут будет жилой дом которая туда сюда ходила увозила привозила какие-то почки уже все да друзья почки почки набухают а вот это тоже конечно здорово у меня маша очень любит вот эти вот мшистые деревья вот это опять муниципальный делали тротуар выложили такой ты по плитке да замечаешь так это у нас голубца пересекаем тут же вот ты не скажешь что-то муниципалитет выложить нет конечно сделаем это вот отель сами вдоль себя опормили территорию ну замечательное конечно место для отдыха и здесь такая вот скамейка тут уже незамечательно то есть здесь уже ну понятно да парковка для гостей а скамейка это уж так как когда нет машин гость поставил то уже да тут претензий нет тут частная территория что хочу то и ворочу 5 градусов смотри 5 градусов тепла показывает на табло Анапа с новым годом все хорошо нет тут уже идет квартал который действительно идет под сдачу весь тут мало кто чисто сам живет конечно есть такое что хозяева живут но у них все равно что-то еще да 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 от голубца до моря тут уже два квартала а тут магазины, кафе, гостевые дома, отель соответственно уровень благоустройства напоминание о том виде что у нас был в анапе снег вот еще кое-где до видны белые пятна птички какие-то порхают подожди сейчас я их рассмотрю петухи поют петухи поют так а птички чего воробьи банальная кстати в анапе мало банальных воробьев нет может быть это не воробьи но тут и не увидишь да пахнет сосной сделали этот флюгер простенький такой не мудрящий зато как водостоки оформлены такие какие-то вот эти вот шары и это же водосточная труба такая ну да и да полетать кстати этот раз где вам показывал как сделаны уличные из трех палетов городе вот так вот стол красят просто и делает вот такой вот стол просто для уличного как вы действительно сейчас и так стильно получается дежливо и грозно как говорится а это вот новенькая штука ну да ну давай отойдем на ту сторону смотри анисаш вот вот тебе социальные партнерства вдоль отеля и вот сюда сделали дорожки пешеходные полностью весь угол какой-то новый отель да интересно как он раньше выглядел но вот возник такой симпатичное здание стильная комбинированные вот эти балконы балясинки и кованые решеточки тоже узорчатые да вот этот этаж конечно свет еще не сделан видишь провода торчат красиво да да въезд в гараж не очень есть гараж не очень а здесь то классно да красиво это чё угол голубца и тургенева таманская а вот этот дом я его очень вот это действительно наш историческая застройка таманская его конечно тоже испоганили пластиковыми окнами но он шикарный их вот два дома вот там и тут еще вот на терской похожие есть он там видишь он сделаны тоже такие эти под окном как как бы ложные такие балкончики вообще красота конечно была на все развалилась ну главное чтобы его окончательно не испортили а то тоже обошьют каким-нибудь и там вот надо его конечно этот дом реставрировать и он да будет украшением него уже он видишь его больше испоганить уже трудно ну да вот это вот конечно пристройка вот этот гаражик или тут еще кладовочка это конечно да умеют у нас поганить конечно красивый дом который мог бы вообще стать украшением вот этой территории но вот так вот да ну конечно вот пристроили тут чего-то но это вот в лихие 90-е такой беспредел был я думаю даже когда когда тут потому что видишь какая-то теплючок не теплючок летняя кухня или душики какие-то или кухоньки сарайчики короче в которых жизнь тут можно вообще вот снимать это как как натура турчанка здесь идет такая несет чего-нибудь там да то есть это вот кусочек такой да вот такие места тоже надо оставлять они да хотя вроде бы это но руины да но руины такие они украшающие но у меня не хватит монопода чтобы туда заглянуть конечно там очень интересные подъезды конечно в том доме потом посмотрим как получилось кстати у них ремонт был и сделали крышу вообще изначально там конечно должны должна быть пойдем вот по этой пройдемся по по центру вот куст роскошный куст петухи горланят радуют такие места в анапе конечно а вот на наташа нашла как раз брешь и рассматривает там что видно наташа что видно наташа пустырь пустырь вот за этой стеной пустырь нет но тут же все равно что там было какое-то здание это вот явно стена примыкающая к зданию но здания там никакого нет там что-то было что-то наши нет винозавод он ниже а вот здесь конечно хотя очень интересно здесь ведь можно сделать построить понятно определяться собственно это улица папанинцев написано даже не переулок а улица да 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 то есть вот собственно кто хочет жить рядом с морем но в то же время в городе смотрите улицу папанинцев ну а что вот тоже интересный мир давай пройдем вот так вот здесь по моему это таунхаус они вот видишь как они взяли эту кирпичную стену руину эту заложили вот таким образом да и делали обрешетку причем здесь давно это все уже все так вплетено интересно с момента строительства там заложили какие-то по моему бетонные блоки или бетонные эти плиты и по ним уже вот высадили видимо вот эти все растения так без особых украшений но в целом смотрится очень даже интересно да вот какая смотри какая интересная он как они а это они трубу так замаскировали смотри наташ да да они так замаскировали газовую трубу я даже сначала не понял думал какая интересная штуковина а оказывается там труба идет да вот потому что на самом деле желтые газовые трубы красить вообще не нужно желтым газовые трубы красятся только на крупных промышленных предприятиях да где идут разные трубы вот наташа объясняет про желтую трубу может если кому не слышно самое опасное труба выделяется ярким цветом желтым самое опасное конечно если выбирать между холодной водой и водой вот смотри а тут пустырь тут действительно пустырь интересно чья это такая территория там явно было какой-то дом его снесли чей этот золотой кусок земли он не золотой он тут блин бриллиантовый да ну наверно дальше не пойдем там же мы не выйдем на набережную или видим нет там не выйдем там не выйдем там нету прохода а там использовали тоже сеть и спасательный круг да 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 тоже очень интересно ага да сеть и спасательный круг вот там у меня зума нет поэтому уж рассмотрите как сможете ну и здесь вот типовые такие ворота типовые заборы да но здесь вот конечно да тут очень так тут пустырь да просто пустырь огромный пустырь ну конечно слушай это наверное да это вот территория винзавода просто тут вот там эти дома да 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 это винзавод это винзавод вон она стена вот там ну ладно стена выходит на голубца вот здесь вот так она как бы углом охватывает вот эти дома это винзавод это винзавод бывший вот она действительно золотая территория я просто не думала что она сюда так далеко не проходит не думала что она до Тургенева идет я то всегда знала что она там от Самбурова до Шевченко а она оказывается даже от Тургенева до Шевченко идет на 2 квартала это да территория бывшая территория винзавода и понятно в чей она собственности собственник у Лондона где-то один из собственников а второй погоди так это же другая территория винзавод почему между Тургенева и Шевченко ну а там между Советской почему между Советской ну еще же Наташа нет нет вот именно там вот там их собирались строить нам же тогда объясняли вот этот вот гигантский комплекс в этой Саша в Советской там да ну там еще есть такая территория тоже целый квартал занимает ну наверное ну и мне как-то она не попадала ну вот может быть кто я интересовалась кто из анопчан смотрит можете нам разъяснить сейчас вот спор возник вот это бывший винзавод вот Наташа это старый анопчан а вот что там на Советской мне так говорили а мне говорили на Советской да ну вот видите не но не говорили что бывший винзавод просто что та территория я даже там историю рассказывал про этот доллар то жилищный комплекс на высотке берег нет доллар именно здесь строили да ты что да сюда проект шел вот здесь ладно а что же тогда там не долларом а там не знаю я вообще не знаю на Советской какая территория какой там кусок земли я уже и забыла Там вообще целый квартал Вот мы потом на карте посмотрим На карте, на Яндекс карте посмотрим Их значит два куска таких Там-то я гораздо чаще хожу, чем здесь Надо на Яндекс карте посмотреть прямо сейчас у тебя в смартфоне Ой, ну ладно, вот за спорами и раздорами Дошли мы до моря Субтитры сделал DimaTorzok